Добрый день, уважаемые друзья! Отдельный привет в Солнечную Азию Денису Терентьеву, разработчику уникального курса «Эффективное сыроедение». Единственному курсу, по-моему, в России, по крайней мере, других я не находил. И сегодня я хотел бы вам немного рассказать о том, что этот курс может вам дать, чтобы у вас было некое независимое, объективное мнение человека, который еще около пяти месяцев назад даже и понятия не имел о том, что такое питание натуральной пищи, сыроедение, живая кухня и вообще все, что с этим связано. Подошел к этому вопросу примерно так же, как и сам Денис. То есть мне также хотелось определенного духовного развития. Я также чувствовал определенный какой-то тормоз в своей жизни. И вот, в общем-то, после того, как путем прочтения определенных книг я выяснил, что возраст человека, он не то чтобы не ограничивается там ста годами, он гораздо больше. И люди, в общем-то, даже в эти большие, даже в таком большом возрасте не должны выглядеть так, как они выглядят, как мы их представляем, обычно бабушки и дедушки. А меня стал мучить вопрос, почему. И определенное время потребовалось для того, чтобы понять, что причина вода, в частности воздух, еда. А ну, что касаясь воды и воздуха, то здесь все гораздо проще. Даже современная техногенная система, она представляет нам определенные недорогие технологии, чтобы с этими двумя сферами кое-как, но кое-как их улучшить. Что касается еды, то здесь, конечно же, ситуация намного сложнее, потому что информация по питанию живой кухни, по сыроедению в интернете сейчас, не сказать, чтобы крайне мало, можно сказать, что она очень противоречива и во многом может сбить с толку человека, который с этим делом не знакомый. И новому человеку, который только-только к этому начинает подходить, он может, в общем-то, информации понабрать очень много со стороны, и в итоге у него, в общем-то, сложится такая каша, такая сумбур в голове. И он может сказать, я все, я, в общем-то, хочу быть здоровым, я быстро перехожу на сыроедение, и тут же, в общем-то, может полностью поменять свою систему питания, в результате чего, в общем-то, ничего хорошего он не достигнет, может себе даже навредить, потому что с такими вещами играться я никому не рекомендую. И, в общем-то, перед тем, как менять определенные сферы своей жизни, особенно если это касается еды, надо изначально собрать максимальное количество информации, чтобы не делать таких ошибок, которые впоследствии могут привести к серьезным медицинским ухудшениям по здоровью. Лучше этого не допускать вообще. Чем хорош курс «Эффективное сыроедение» Дениса Терентьева? Тем, что человек его создавал только после того, как несколько лет потратил на изучение целостности, изучение подобных вопросов, связанных с сыроедением. По курсу вы узнаете, ну, если потом будете сами знакомиться с этими источниками, вы, конечно, поймете, что Денис огромное количество информации перечитал, просмотрел, изучил. И тех людей, которые были практически прад сами с такой системой питания, и писали они эти книги более ста лет назад, и еще в конце там, в начале 20 века Арнольд Эррот говорил, что современная теория белка, она загонит всю европейскую цивилизацию в могилу рано или поздно. Эти теории, на которых мы сейчас живем, они создавались довольно давно. В общем-то, и те медицинские показатели по здоровью, которые мы видим в нашем поколении, они очень хорошо отображают. Вот. Ну, давайте не будем уходить далеко в сторону. Ну, как бы со всем этим вы сами ознакомитесь, если вам будет интересно. Повторюсь, хороша очень система эффективной сыроедения для тех людей, которые только-только начинают в эту сферу, в эту область изучать. Хороша тем, что человек ее создал после того, как изучил очень много количества информации. Конечно же, вы сами можете все это дело изучить, потратить на это время довольно много и времени, и денег. Кстати, по финансам это вылезет у вас в десятки раз больше, чем если вы купите там этот курс, да, который по своему финансовому наполнению, как бы он не равнозначен тому эффекту и тому количеству полезной информации, которую Денис в него вложил. Вот. Там мало того, что отображены основные моменты, основные ошибки, которые человек может допускать на первоначальном этапе, там же Денис затрагивает и вообще вот все сферы жизни, которые так или иначе будут у вас меняться при переходе на сыроедение. Причем первоначально, когда я смотрел этот курс, это было там три месяца назад, я думал, что определенные сферы, связанные со сном, допустим, связанные с определенным настроем физическим, моральным, духовным, да, я думал, что это как-то не сочетается, но и думал даже, что определенные сферы, они у меня, ну, в настоящий момент невозможно их изменить. К счастью, я ошибался и практически все то, о чем Денис писал, о том, что он рекомендовал, потихоньку-полегоньку вошло в мою жизнь и дало поразительные результаты. Ну, перечислять их все нет смысла, потому что об этом написано очень много информации, написано очень много разных отзывов людей, которые вообще изменили там и свою жизнь, и свою систему питания. Ну, самое базовое, разумеется, это то, что человек, мало того, что он, в общем-то, начинает меньше спать, больше у него энергетики повышается, больше сил, больше настроения, больше позитива. Я не говорю о том, что он вообще начинает не подозревать о том, что существуют какие-то болезни, какие-то аптеки. У меня, поскольку организм после плавного перехода, да, запустил, можно сказать, такой тотальный процесс регенерации, мало того, что исчезли все те болячки, которые, ну, не то чтобы меня напрягали, которые, ну, в которых люди могут всю жизнь жить и как-то не замечать. Ну, сюда покапал, здесь там помазал мазью, ну, ерунда, как бы все пройдет, все хорошо. Тем более, что я человек, который всегда там к спорту был небезразличен, там определенные нюансы, связанные по здоровью, тоже были. Вот. Поэтому перечислять все эти плюсы нет никакого смысла, вы сами все поймете. И начинающим сыроедам я бы хотел порекомендовать очень, дать такой большой совет. Если вы ищите такую информацию, если вы переходите на сыроедение, кто-то плавно, кто-то резко, в зависимости от мотивации человека, крайне не рекомендую это обсуждать с другими людьми, тем более спорить и доказывать, и как-то пытаться повлиять, или пытаться просто доказать, что, ребята, блин, ну, я не рекомендую вам переходить на сыроедение, но хотя бы соблюдайте определенную гигиену питания, и хотя бы не съедайте за раз сотни количества ингредиентов, которые ничего, кроме ужаса гниения токсинов и закисления организма и крови, вам не приведут, вот, а такое желание появляется, особенно когда человек начинает вообще хотя бы даже верхушку айсберга познавать всех тех плюсов и поразительных изменений в организме, ему, конечно же, хочется сделать мир чище, сделать своих родных лучше, чтобы у них было здоровье, вот, и вам это все захочется, и сто процентов я все это переходил, и также у меня были и проблемы, и конфликты, и слава богу, я очень быстро от этого отошел, и могу сказать, что сами родные, наблюдая над тем процессом, ну, если вы там вместе живете или общаетесь довольно часто, да, наблюдая над тем процессом, который происходит с вами, они сами начнут задумываться, и уже по истечении какого-то времени просто начнут к вам обращаться за советом, потому что люди, которые меня не видели три месяца, и которые меня встречают сейчас, они настолько поражены тем изменениями, которые произошло, что, ну, от большинства я, конечно, отнекиваюсь, я говорю, что я там стал больше спортом заниматься, больше на велосипеде ездить, да, вот, но, тем не менее, родным, конечно, и близким я что могу рассказываю, Денис Терентьев в этом плане, конечно, пошел дальше, он все это дело пытается распространить на очень большой территории, за что ему отдельное спасибо и отдельный плюс там в карму, в развитие собственное, духовное, физическое, да, дай бог здоровья, конечно же. Ну, в общем-то, на сегодня все, напоследок еще раз хотел бы отметить всю ту гамму поразительных, поразительной информации, которая вносит в себе курс эффективной сыроедения, который просто необходим начинающим сыроедам, начинающим людям, которые хотят вот как-то изменить свою систему питания, поправить свое здоровье, может быть, не поправить свое здоровье, потому что, опять же, повторюсь, никаких проблем, в общем-то, в 30 лет со здоровьем не наблюдалось, слава богу, были какие-то нюансы, которые есть, наверное, у всех, больше поражает, наверное, свобода мыслей, которая становится абсолютно на другом уровне, мозг начинает функционировать совсем по-другому, качество работы выполняемой и продвижения и всего остального очень сильно меняется, люди это замечают, в этом просто будет ваш небольшой секрет. Поэтому еще раз повторюсь, для начинающих сыроедов я бы рекомендовал данный курс, просто потому, что они на нем сэкономят очень много времени и ему очень много денежек, потому что покупать всю эту информацию, которую Денис изучил в течение нескольких лет, это тоже стоит там, и они дешевые, не все их можно скачать в интернете, даже если их можно скачать, разумеется, на это требуется определенное количество времени, это немало времени, тем более, если человек работает, это может не один месяц уйти на изучение подобной литературы, когда ты уже душой, скажем так, уже хочешь все это сделать, но мыслей еще не хватает, переходить на обум здесь крайне небезопасно и нерекомендуемо. Поэтому на все остальные вопросы вы найдете в этом курсе. Всем удачи, здоровья, хорошего настроения, ну и счастья в жизни, прежде всего. Всего доброго, пока!